На что может гневаться беглый герцог Сасекский? На то, что британцы все больше теряют к нему интерес, на что имеют законное право. А они, вероятно, по мнению принца Гарри, должны были полностью поддержать его и в уходе из королевской семьи, и в дальнейших его попытках, которые никак, кстати, не прекратятся, заработать на свои причастности к семейству монарха Великобритании. Ведь из всех проектов, которые Сасексы предъявили миру, разве что провалившаяся в продаже книга герцогини Сасекской скамейка не имела прямого отношения к БКС. Впрочем, почему не имела? На обложке книги автор именовалась не простенько Меган Маркл, а Меган – герцогини Сасекская. Книгу это не спасло, теперь стопка этих опусов работает подставкой для ноутбука герцогини, когда она записывает свои вдохновляющие послания миру. Даже их подкаст для Спатифи, единственный, выпущенный в рамках контракта с этой компанией, эксплуатирует принадлежность Гарри и Меган к королевской семье, и те их связи, которые они наработали, пока были королевскими, и которые те, с кем Сасексы их наработали, пока стесняются сказать парочке. Баста. Так что ж гневаться. Но королевский автор и эксперт Дункан Ларкомп считает, что принц Гарри в гневе из-за того, что, согласно последним опросам, его популярность среди британцев, в США она тоже катится в закат, упала до рекордно низкого уровня. Сейчас в поддержку герцога Сасекского высказывается лишь 34% граждан. Королевский эксперт, написавший книгу о Гарри, сказал журналу Клоузер. Я писал о Гарри с тех пор, как он был подростком, и он был самым популярным членом королевской семьи. И переход от этого статуса к тому положению в рейтинге, где он находится сейчас, должно быть для него действительно трудным и, вероятно, усиливает его гнев. Поначалу Меган тоже приветствовали с восторгом, но теперь Великобритания потеряла доверие и к ней. Их популярность исчезла полностью. Дункан Ларкомп также выразил опасения по поводу того, что Гарри сделает, если его новая жизнь в США не сложится. Тревожно думать, что останется у Гарри, если американская жизнь для него не удастся. Я не думаю, что его снова примут в качестве действующего члена королевской семьи, но его поприветствуют как брата, сына и внука. А если Гарри не будет на балконе Букингемского дворца и не помашет толпе в тот день, когда его отец или брат станут королями, интерес публики к нему исчезнет окончательно. Я думаю, что Дункан Ларкомп заглядывает в очень отдаленное будущее. Гарри уронит свой рейтинг популярности до отметки минус в Великобритании куда раньше, при активном содействии супруги Меган. А вы как считаете? Пишите в комментариях. Знаменитое интервью, которое Меган и Гарри дали Опре Уинфри, вызвало бурную реакцию на гала-вечере National Television Awards в Лондоне. Свист и освистывание раздались, как только пара появилась на экране. Национальная телевизионная премия показала крупнейшие телевизионные события года, Когда на гигантском экране показывали клип из самых ярких телепередач года, зрители освистали один момент отрывки из беседы Гарри и Меган с Опре Уинфри. Хотя зрители, смотревшие трансляцию ITV, не слышали этого, источник сообщил Daily Mail, что свист был громким. Меган Маркл и принц Гарри сильно свистели мероприятие, проходящее на лондонской арене ООО-2, собирает сливки британского шоу-бизнеса. Реакция публики показала, что Меган и Гарри не очень нравятся островным знаменитостям. Все выглядело так, будто главные злодеи появились на сцене во время шоу, сообщает источник газеты. Одни кричали, другие смеялись. Было несколько неловко от такой реакции людей, но выходило, что Меган не очень популярна, сообщает другой участник гала вечера. Во время продолжительного интервью с Опрой в марте, пара обвинила одного из представителя королевской семьи в расизме. Вакговорят спросил, насколько темнокожим будет маленький Арчи. Они также много говорили о десенсибилизации, манипуляции, а Меган даже упомянула о попытке самоубийства. И о том, что никто ей не помог. Интервью вызвало резкую реакцию британской общественности. Пару обвинили в том, что она говорила неправду, выбалтывая на публике семейные секреты в то время, когда принц Филипп был серьезно болен. А Опру обвинили в том, что она вообще ни о чем не спрашивала своих собеседников. Напомним, что интервью Меган и Гарри номинировано на премию Эмми. Помните ситуацию, когда Меган и Гарри не пригласили на день рождения Барака Обамы? Юбилей экс-президента как раз совпал с юбилеем актрисы. Ну и понятное дело, все суперизвестные и знаменитые пошли на торжество к политику, а борющуюся против расизма оставили за бортом. С горем пополам, битой посудой и криками, наверное, Меган смогла это пережить. Но теперь беда пришла оттуда, откуда не звали Мишель Обама, категорически отказалась принимать участие в создании мультфильма «Жемчужина», который режиссирует герцогиня Сасекская. Расчет был такой. Своё творение экс-актриса приглашает всех известных и знаменитых, чтобы они озвучили этот мультик. Представьте, как было бы круто, если в титрах будут указаны известные во всем мире фамилии. Королевский комментатор Нил Шон заявил, что они действительно надеются сделать, так это получить громкие имена за кадром. Мишель Обама была той, кого Меган Маркл очень хотела подписать. Но все планы рухнули, когда они не получили приглашение на то впечатляющее 60-летие бывшего президента, отметил Шон. Теперь Сасекские оглядываются вокруг, чтобы увидеть, с кем еще они действительно могут связаться. И одна из идей на данный момент их друг, грубо говоря, королева чат-шоу Опра Уинфри, заключил эксперт. Как выяснилось, герцогиня была в праведном гневе. Она очень рассчитывала на Мишель. К тому же она была уверена, что они подруги. И уж явно не ожидала такого подвоха. Теперь свежеиспеченному режиссеру-постановщику придется искать других не менее известных персон, которые согласятся ей помочь. К слову, Опра Уинфри пока не дала ответа на предложение подруги. Видимо, журналистка получила свою долю славы после интервью. Но продолжать близкое общение с герцогами, видимо, не планирует. Известно, что Барак и Мишель Обама приверженцы семейных ценностей. Они вместе больше 30 лет. И пара не понимает, почему Гарри и Меган так негативно настроены против своей британской семьи. В одном из интервью экс-первая леди США выразила надежду, что семья Гарри помирится с ним и его супругой. Да и вряд ли бы женщины нашли общий язык, особенно если учесть, что одна из них является приверженкой семейных ценностей, а вторая долгое время не может помириться с собственным отцом. Как думаете, участие Мишель спасло бы заведомо провальное, это не мое мнение, а экспертов в проект Меган Маркл. И это несмотря на то, что выйдет он на платформе Netflix. Вообще, мнение довольно своеобразное, но не лишенное здравого смысла. Ведь всем известно, что самой паршивой овцой королевского семейства, перед уходом Сассексов и их отъездом в США, был принц Эндрю, сын королевы Елизаветы II. Герцог Йоркский преизрядно нашалил, и его уже тогда, в 2019 году, прямо обвинились в тесном знакомстве с Джеффри Эпштейном, американским миллионером, который, в том числе, промышлял тем, что поставлял любителям у тех несовершеннолетних дел. И Эндрю, скажем так, ни от дружбы, ни от этих услуг Эпштейна не отказывался. Следственные органы США потребовали, чтобы герцог Йоркский был выдан им для допроса. Но подобное не в традициях британской королевской семьи. Эндрю было велено исчезнуть с радаров. Он с тех пор живет тише воды, ниже травы. Но накал страстей в прессе это не отменило. И только Мэгзит-исход Сассексов из королевской семьи развернул СМИ в другую сторону. На повестке дня появились новые паршивые овцы Гарри и Мэган, которых обсуждать и осуждать было куда интереснее и прибыльнее. И хотя рейтинги показывают, популярность герцогов Сассекских в Великобритании падает день от дня все ниже. Пресса по-прежнему остро и подробно реагирует на любой шаг экс-королевской парочки, вовлекая общественность в бурные обсуждения. Говоря с ГБ Ньюс о будущем монархии, Ингрид Сьюарт, главный редактор журнала Мэджесты, сказала, что британская общественность и пресса обвиняют Мэган Маркл в том, что она забрала у них Гарри. Но эти ее действия сняли накал вокруг предстоящего судебного иска в адрес принца Эндрю. Ингрид Сьюарт сказала, британская общественность сейчас отвергает Мэган. Люди в этой стране, которые некогда любили ее, теперь совсем не в восторге от герцогини Сассекской. Они обвиняют Мэган в том, что она отняла у них всеобщего любимца принца Гарри. Гажа Сьюарт продолжила, Гарри был просто таким молодым веселым принцем, который был понятен каждому, а теперь он стал странным, проснувшимся воином. Именно поэтому в первую очередь популярность Сассексов резко упала. Но они в каком-то смысле вызвали огонь СМИ и публики на себя, как бы переведя на себя весь тот негатив и накал страстей, который раньше доставался принцу Эндрю.